В Краснослободском районе отношения пасынка и отчима дошли до судебных разбирательств. После застолья на двоих 49-летний мужчина оказался в больнице, а у старшего родственника в результате появилась судимость. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Разлад между мужчинами произошёл 11 декабря прошлого года в селе Чукалы. В тот день они вместе распивали алкоголь. Старшему из семейства не понравилось, что 49-летний пасынок злоупотребляет спиртным. Между фигурантом уголовного дела и его 49-летним пасынком произошла ссора, в ходе которой осуждённый нанёс удар ножом в область туловища своему пасынку. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Врачам, к счастью, удалось спасти жизнь мужчины, а правоохранителям пришлось разбираться, как он получил травму. Изначально сообщалось о возможном погушении на самоубийство, но эта версия не подтвердилась. В ходе проверочных мероприятий следствием было установлено, что телесные повреждения потерпевшему было причинено другим лицом. По результатам было возбуждено уголовное дело, расследованное направлено в суд. В итоге на скамье подсудимых оказался отчим потерпевшего. По решению Фемиды за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему родственнику, в ближайшие два года он проведёт в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил. А вот дело 41-летнего жителя Лямберского района только передано в суд. Его криминальная история приключилась также в нетрезвом виде. 14 февраля он пришёл в гости к 59-летнему односельчанину. А вот спокойно разойтись уже не получилось. Обвиняемому не понравилось нецензурное высказывание хозяина дома в его адрес. В процессе выяснения отношений гость разозлился и нанёс знакомому один удар в голову, отчего последний упал на пол. Удостоверившись, что приятель находится в сознании, мужчина попытался выйти из дома, однако не смог открыть входную дверь. Помещение мужчина всё же покинул, выбив дверь ногой. А вот потерпевший дома находиться уже не смог. Его госпитализировали, но несмотря на старания врачей, прожить мужчине удалось всего пару дней. Гой же оказался под следствием. Он обвиняется в причинении смерти, а также в умышленном повреждении чужого имущества. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.